Это программа День с Толком в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Утренние заторы. Почему новый светофор на второй строительной привел в беженство барнаульских водителей? Массовые увольнения, нехватка врачей и падение зарплат в краевой столице взбудоражены анонимным письмом, в котором рассказывается о состоянии дел в 10-й горбольнице. Звезды российского футбола сыграли с юными барнаульцами, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Алтайский край в числе регионов с самым низким прожиточным минимумом. Рейтинг субъекта сформировало независимое исследовательское агентство. Правда, по нему в некоторых областях и республиках страны этот показатель еще ниже. К примеру, самый скромный прожиточный минимум зафиксирован в новых российских регионах – Донецкой и Луганской народных республиках. Чуть больше 11 тысяч рублей. Наш край делит девятую строчку рейтинга наряду с Удмуртией, Кировской, Рязанской и Ульяновской областями. Прожиточный минимум в этих регионах 12 тысяч 794 рубля. На самом деле разница в суммах отличается незначительно – от 100 до 300 рублей. К примеру, в субъектах, которые занимают шестую строчку списка, а это Воронежская область, Адыгея, Чувашская республика, прожиточный минимум составляет 12 тысяч 363 рубля, а в Курской и Оренбургской областях – 12 тысяч 506 рублей. В среднем в России прожиточный минимум находится на отметке 14 тысяч 375 рублей. Отметим, в этом году в Алтайском крае его размер возрастет на 704 рубля. А между тем, в Алтайском крае стали производить больше одежды. Так, в январе рост объемов производства в этой сфере составил 156 процентов. Да и в целом, если судить по информации Министерства промышленности и энергетики региона, индекс промышленного производства в крае составил около 109 процентов. Помимо производства одежды, отличные показатели зафиксированы в обрабатывающей промышленности. Рост чуть более 109 процентов, в энергетике более 110. ИПП вырос и в производстве транспортных средств и оборудования, а это в основе своей вагоностроительства. В этой отрасли тоже хорошие показатели индекса промышленного производства. Он на уровне 114 процентов. 135 по итогам января индекс составил в производстве металлических изделий. Хороший вклад в ИПП внесли и производители пищевых продуктов. Рост на уровне 128 процентов. Но есть и отрасли, где объемы снизились. К примеру, по данным Минпрома, ИПП в производстве машин и оборудования составил около 86 процентов. В производстве кокса и нефтепродуктов чуть более 96. Ожидаемо снизились объемы производства резиновых и пластмассовых изделий. ИПП около 60 процентов. Это связывает с последствиями пожара на Нортеке. По информации Минпрома, сейчас предприятие проводит мероприятие по восстановлению производства. Поэтому в ближайшие месяцы ожидается рост и в этом виде деятельности. Утро у барнаульских автомобилистов сегодня не задалось. Многие опоздали на работу. Причина – большой затор на выезде с улицы 2-я строительная на крупную развязку, Павловский тракт, улицу Советская армия и проспект строителей. Валентина Аскерова узнавала, так ли необходим сигнальный объект и почему его установили в срочном порядке. Да, за нами примерно такая же вереница. Ха-ха. Вот вам и организация дорожного движения. Где раньше можно было прокатиться с ветерком, теперь транспортный коллапс. Около часа наши коллеги добирались до работы. Огромные пробки образовались сегодня из-за нового светофора, что установили недалеко от Павловского тракта. На улице 2-я строительная. Ах, вот ты негодяй, из-за которого сегодня мы все опоздали на работу. А зеленый горит всего 15 секунд. За это время успевают проехать не больше 5-6 машин. Новый светофор на 2-й строительной установили для того, чтобы разгрузить Павловский тракт. Разгрузили. Вот только теперь, в часы пик, водители, которые едут со 2-й строительной в сторону центра или того же Павловского тракта, вынуждены коротать время в пробках по 40 минут, а то и по часу. Сегодня пробка, говорит, стояла от Юрина. А раньше проскакивались все потихоньку в полигоне. Вы сами понимаете, Советская Армия постоянно стоит бы, и чаще всего именно от заправки уже. Либо ездить по Советской Армии и стоять там, либо ехать по Малахово, по Павлику сюда, либо этим путем. Но так как раньше путь занимал намного дольше, я ездил в основном здесь. Но так как здесь светофор уже появился, я только сейчас об этом узнаю, ну, теперь будем и тут стоять. Дорога по 2-й строительной стала очень востребованной после закрытия моста на новом рынке. Дабы не стоять в пробках на Калининой, на Советской Армии, автомобилисты проскакивали по 2-й строительной и выезжали в центр. Но с новым светофором проскочить уже вряд ли получится. В интернете, в соцсетях всплеск негодований. Заработал светофор. Прям советскую армию разгрузить, ага. Теперь одной улицы с пробкой больше. Молодцы. Павловский тракт из центра стал свободен. Ну зачем? Зачем нужен был светофор? Уважаемые дорожные службы, дайте комментарии. В ГИБДД города ситуацию пока не комментирует. Барнаульский комитет по дорожному хозяйству письменно пояснил следующее. Схема движения будет действовать только на время реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Автомобилистам остается набраться терпения и не рисковать, как это было сегодня. Некоторые выезжали навстречу. В Барнауле стартовал ремонт дорог. При минусовых температурах дорожники применяют так называемую технологию холодного асфальтобетона. Как она работает, где ремонт уже ведется и когда планируют начать применять горячий асфальт. Расскажем далее. Ничего нового. Уже традиция. В конце зимы и начале весны дорожники приступают к ремонту. Для горячего асфальта пока прохладно, а вот технологию холодного можно применять и при минусе за окном. Главное использовать эластичный битум, уверяют специалисты. Технология заключается в чем? Производится вырубка на месте укладки асфальтобетона, разогрев данного места, далее разогрев самой смеси холодного асфальтобетона, после чего она укладывается в место вырубки и уплотняется. До начала работ специалисты объехали барнаульские дороги и составили план, где требуется применить технологию холодного асфальта. В список попали более 40 участков дорог. Это участки, где проходит у нас общественный транспорт, основные улицы, дорожное полотно, на которых начало разрушаться, в связи с чем могут возникнуть аварийные ситуации. Задача как раз и заключается в том, чтобы предотвратить аварии, а также дальнейшее разрушение дорожного полотна. На сегодня дорожники уже отремонтировали несколько участков по проспекту Лениной Строителей, а также на Зминогорском тракте. Кстати, чтобы не мешать водителям, все работы проходят в ночное время. Холодным асфальтом ремонтировать дороги в краевой столице будут до конца марта, начала апреля. А как только позволит погода, температура должна быть не ниже плюс 5 градусов, дорожники перейдут уже к ремонту горячим асфальтом. Татьяна Голубева, день с толком. Бывшего депутата Барнаульской гордумы Ивана Куца и предпринимателя Артура Моносяна признали виновными в деле о крупном мошенничестве, сообщают источники портала Банфакс. Центральный районный суд краевой столицы вынес приговор на закрытом заседании. Речь идет о махинациях с поставками оборудования по муниципальным закупкам. Таинственность заседания наблюдатели объясняют тем, что в деле могут упоминаться высокопоставленные краевые чиновники. В следственном комитете сообщают, что ранее подсудимые признали вину и покрыли причиненный ущерб. Суд назначил каждому наказание в виде штрафа в размере около 3 миллионов рублей. И переходим к другой теме. Объединением Барнаульской больницы номер 10 с Калманской ЦРБ обеспокоены жители городского поселка Южный. Они активно обсуждают анонимное письмо, в котором описано ужасное состояние дел в 10-й горбольнице. В частности, в нем говорится об остром дефиците врачей, массовом увольнении сотрудников и резком падении зарплат. Так ли это на самом деле, узнавал наш корреспондент Анастасия Дороган. Ей одну из первых ситуацию прокомментировал новый главврач больницы Константин Печенников. Жители Южного на нервах. В сети летает анонимное письмо о плачевных делах в 10-й горбольнице. Единственное на этот и еще десяток близлежащих барнаульских поселков. Катастрофой там называют объединение больницы и Калманской ЦРБ. Плановая работа ведется здесь, но не по объединению Калманской ЦРБ и горбольницы номер 10. Речь идет о том, что мы часть работы организационной, бухгалтерской, экономической берем на себя типа аутсорсинг. Частично расчетчики, бухгалтеры, экономисты будут там сидеть. Но они будут трудоустроены у нас здесь и подчиняться нашему просто главному бухгалтеру. Это первое интервью Константина Печенникова после назначения его на должность главврача 10-й горбольницы, скажем прямо, проблемного медучреждения. Лет 10 назад люди жаловались на удручающее состояние детского инфекционного отделения, а в последние годы на общую нехватку врачей. Мы приезжали в больницу после волны увольнений в ноябре 22-го года. Тогда бывший главврач Павел Полников объяснял уход кадров с необходимостью перерасчета пенсии. В напугавшей людей анонимке сказано, что с начала года уволилось уже 40 человек. За этот период у меня уволилось 6 врачей, 8 сотрудников среднего медперсонала, трудоустроенные, 11 врачей и 4 сотрудника среднего персонала. Да, с приходом моего руководителя я могу сказать, что, наверное, у меня требования другие. Например, пояснил главврач, некоторые консервативно настроенные не хотели заполнять электронные документы. Никто изволившихся не писал в прокуратуру. Терапевт Юрий Меркулов, которому приписывают увольнение из-за падения заработка, не обращался в органы. Это он нам подтвердил в неофициальной беседе. Снижение зарплат не произошло, заверил руководитель. С начала года, рассказал главврач, он привлек хирурга, трех участковых терапевтов, рентгенолога, лора, эпидемиолога, врача УЗИ. Единственное, что я обратила внимание, у нас при входе, ну, чище стало, потому что при входе заставляют одевать бахилы. Болеющие разницу от смены руководства пока не ощутили. Какое часто происходит? Что месяц ждать анализа всегда? Мне нужно к невропатологу, я уже полгода к нему не могу попасть. Нет хирурга, нет офтальмолога. И причина неизвестная, почему люди уходят. Эти причины персонально каждому пациенту вряд ли объяснят, но предупредят об отсутствии того или иного специалиста. Представители совета общественников больницы теперь дежурят по утрам в коридорах поликлиники для нейтрализации конфликтов. А вот вы слышите, например, люди жалуются, потом эту информацию передаете главному врачу или как? Нет, мы решили так. Многих врачей не хватает. То есть мы объясняем очень, что этого нет врачей, этого нет врачей. А у кабинетов каких врачей чаще всего возникают вопросы у людей? Ну, терапевты. К концу года главврач обещает открыть кабинет маммографии в больнице. Оборудование уже ждет. А в ближайшем будущем руководитель рассчитывает войти в КАИП на расширение больницы. Неподалеку строится несколько многоэтажек, иначе для новых участковых терапевтов просто не будет места. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. На отдых и омоложение в Новоалтайск. Звучит неожиданно, но жители из разных регионов страны предпочитают оздоровляться именно под Барнаулом. Чем так привлекает санаторий Алтай гостей и жителей края, а также как железная дорога вкладывается в развитие санатория, расскажем далее. Санаторий Алтай. Здесь можно встретить отдыхающих из Москвы, Забайкалья, Республики Коми. Каждый год география туристов расширяется. Грязелечение, массаж, соляная пещера, лечебные ванны и все это в Новоалтайске. Постояльцы говорят, что санаторий Алтай не уступает знаменитым здравницам края. Встречает вежливо, провожает вежливо. Питание хорошее. И я ездил в другие санатории, но этот санаторий лучше всех для меня кажется и ближе. Сегодня в РЖД продолжают развивать социальные объекты региона. Алтай – один из них. Недавно западно-сибирская железная дорога инвестировала средства в обновление санатория. В здании провели ремонт номеров, закупили современное оборудование, кардиограф, лечебные ванны, душ, виши и не только. Написано в карточке, что повтор через 8 месяцев. Я думаю, что на следующем году точно сюда обязательно приедем. Такие вложения – вклад не только в создание современных рабочих мест и здоровье собственных сотрудников, но и в развитие социальной инфраструктуры города. Отдохнуть в санатории могут все желающие. Также здесь действуют и короткие оздоровительные программы. Особой популярностью у нас пользуются заезды выходного дня, когда человек заезжает в пятницу, отдыхает в субботу, в воскресенье выезжает. Основные направления по этим программам – опять же, это снижение веса, это релаксация, это укрепление иммунной системы. Сегодня в санатории, благодаря которому развивается и сам Новоалтайск, уже идет активное бронирование на весну, лето и осень. В Барнауле начал работу первый торгово-офисный центр собственной сервисной компании. Это значит, что владельцам помещений не придется отвлекаться на рутину, поиск арендаторов, заказ воды или вызов сантехника. Все эти вопросы возьмет на себя обслуживающая организация. Для Крэвой столицы это первый бизнес-центр с таким сервисом. Что еще предлагают собственникам и арендаторам центра, расскажем далее. Одной из особенностей отделки является уникальная система электронного доступа в помещения по биометрии. Чужой не пройдет, а свой зайдет в любое время суток. В бизнес-центре «Капитал» это возможно. В Барнауле заработал новый торгово-офисный центр, где комфорт арендаторов ставят во главу угла и создают для них все условия. Увеличенный отонный промен, радиаторы, горизонтальная разводка отопления, антивандальные обои белоснежные, они специально под подкраску. Первый этаж отдан под торговлю, три остальных – 48 офисных помещений с продуманной планировкой, где может с комфортом разместиться и небольшая компания, и даже производство. Будущим собственникам и арендаторам обещают, что здесь они будут заниматься исключительно работой, а обслуживание возьмет на себя своя сервисная компания. Заказ воды, канцелярские услуги, вызвать, условно говоря, сантехника, либо системного администратора, различные курьерские услуги, бухгалтерское сопровождение. Часть инвесторов действительно разместились здесь из-за собственного сервиса. Владельцы торгового центра отмечают, что вкусы инвесторов меняются и смещаются с жилой недвижимости на коммерческую, где арендная ставка выше в среднем в полтора-два раза. А уникальная возможность покупки здесь отдельного офиса привлекает не только юридические лица. В целом в городе Барнауле и в частности в центральной части города приобрести штучно офисные помещения практически невозможно. Кроме юридических лиц у нас также приобретают помещения физические лица. И в первую очередь они это делают для сдачи в аренду. Приобретают помещение под себя. И третий момент они приобретают на перепродажу данное помещение. Для комфорта арендаторов территория парковки закрыта. На террасе центра скоро высадят деревья. А для собственников помещения разрабатывают приложение для удобства связи с сервисной компанией. Собственники и арендаторы уже с удовольствием распаковывают коробки и заселяются в недавно сданный объект. Среди них производственники и представители айти и бьюти сферы. Четыре помещения из 55 еще свободны к продаже. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Народные гуляния со спортивным колоритом прошли в парке спорта Алексея Смертина. Там тягали деревянные гантели и лазили на масленичный столб за ценными призами по канату. Проводить зиму пришли тысячи гостей и жители Барнаула. О самых ярких моментах праздника в репортаже Валентина Аскеровой. Семь. Тягают гантели даже самые маленькие. В парке спорта Алексея Смертина зиму проводили с размахом. Малыши-подростки-взрослые участвовали в спортивных состязаниях. Боролись за звание лучшего и сладкие угощения. Наши партнеры приготовили огромное количество призов и подарков. Поэтому мы, конечно же, и на игровых зонах раздаем съедобные вкусняшки всякие разные. И на сцене вручаем достойные призы. Поехали. Бой подушками на бревне, игра в шашки, катание в санях с ветерком. И, конечно, импровизированный масленичный столб, который покоряют самые отважные и выносливые. Пользуюсь Машей, простите. Холод, холод. И поехали. У нас масленичный столб не как у всех. Это главная фишка нашего мероприятия, самой русской масленицы, в том, что мы забираемся именно по канату. По канату вверх, на скорости, каждый час подводим итоги среди самых быстрых, смелых, ловких. Погладить хаски, покататься на пони, продемонстрировать свою силу, да и просто отдохнуть. Можно было в минувшее воскресенье на масленице, которую организовали парк спорта и русская радио Барнаул. Без румяных блинов и горячих напитков тоже не обошлось. Но и под занавес народных гуляний сжигание чучела – символа уходящей зимы. Звезды российского футбола сыграли с воспитанниками из детских домов в Барнауле. Матч стал очередным этапом первого всероссийского благотворительного турнира по футболу «Чемпионат победителей». В нем принимают участие дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Подробности в следующем сюжете. Торжественный выход на поле. Хотя игроки совсем далеки от профессионального спорта. Среди них подростки с ограниченными возможностями, дети из неблагополучных семей и детских домов. А также еще две категории – юные жители новых регионов России и дети участников специальной военной операции. К последнего время церемонии открытия турнира обратился лично губернатор края. Я знаю, что у многих ребят там, или девчонок там, или братья, или отцы – это наша народная, наша личная история. Давайте мы здесь своим усердием, своими успехами, своими победами порадуем и поддержим наших военных. После официальной части «Бой на поле» за звание лучших футболистов борются 8 команд из разных уголков края. Многие игроки хоть и готовились к турниру, на профессиональной площадке мяч гоняют впервые. Дело отдаются самоотверженно. На поле одновременно все 8 команд. Для этого площадку разбили на 4 зоны. Места хватило всем, а главное – турнир удалось провести всего за несколько часов. Азарта и эмоции было достаточно и игрокам, и болельщикам. Но на поле все как в настоящем спорте. Не обошлось без травмоопасных моментов. Большой футбольный турнир для определенных категорий детей в Барнауле проводят впервые. Это стало возможным благодаря Всероссийскому благотворительному фонду «Ветер добрых перемен». Его основатели и спонсоры – известные российские спортсмены и бизнесмены. Они уверены, с помощью футбола есть шанс получить путевку в жизнь или хотя бы приобщиться к спорту и получить заряд положительных эмоций. Социализация, прежде всего, вовлечение и самореализация себя как личности, безусловно, через футбол. Чем больше вовлечено занятие спортом, футболом, тем лучше. Понимаете, наша основная задача даже не то, чтобы найти талант, а как раз-таки привлечь внимание детское. То есть футбол – это не только вид спорта. Для нас это как образ жизни, понимаете. И на самом деле здесь и обрести друзей, обрести общение, здоровье. Барнаул стал четвертым городом в России, где состоялся благотворительный матч. Его победителями стала сборная команда детей-участников СВО. При общении с прессой игроки сильно смущались, но спортивной победе признались очень рады. Теперь им предстоит сыграть в полуфинале, который пройдет в Москве в сентябре этого года. А пока в завершении встречи все без исключения юные спортсмены сыграли со звездами российского футбола. Денис Лямзин, Дмитрий Денисов, День с толком. Ну а у меня на этом все новости. Смотрите нас на «22 кнопки» в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok